Начинается тренировка. Зульфат Гараев. Рывок 145, без лямок. Очень упорно работает. Опять Зульфат только работает. Остальная сборная еще не успела размяться. Зульфат работает. Поэтому только его. Артем Горлов, наш соперник в прошлом году, но сейчас пришел в более тяжелую весовую категорию. Я лично считаю, что по его антопометрии нужно переходить еще и в следующую категорию в 96. Он высокий, под метр восемь спрос. Скоростной такой, взрывной. Окажет достойную конкуренцию Роме Чепику и Акулова Артема. Георгий Кесаев. Очень интересный в 96 спортсмен. Очень взрывной. Смотрите, какая скорость, взрыв какой. В 96 будет интересная категория. Кесаев, Долбышев, Мадучев, Шкурлев. Возможно, Чуйков, если успеет. Ну вот. Ладно, уже не успел отойти. Вот и как раз лидер в 89. Рома Чепика. Все что-то. Тимур Нанев. Супер тяжел. Хочет себя попробовать. Тяром по 120 весит. И хочет... Там тоже хорошая компания. Савчук, Нанев. Другой Нанев. Савчук и Данил Вагайцев. Горлов. Здесь он хорошо работает. Без лямок. Рома Чепик. Ром лидер в своей категории. Но думаю, что с Артемом Горловым придется пободать сейчас. Ну и Артем Акулов, как всегда, может преподнести сюрприз. А там кто? Кто-то наблюдает это. Ну и лидер в тяжах, конечно же, Алексей Ловчев. Леша Ловчев, конечно, абсолютно лидер в супер тяжелой весовой категории. Но он за второе место, там очень серьезная проба развернется. И даже за третье. Не всегда успеваем в этот угол зала. Сергей Петров. 140. Без лямок, уверенно. Все-таки, наверное, он пока лидер в категории 73. Но зульфат уже прям керам в килограмм подается. Артур Пупаян. 160. Тоже в 102 интересно. Там и Купцов, и возможно вот Кондратьев. Это рывок? Это рывок. Это не рывок. Это протяжка. Я вам покажу, как надо рвать. Егор Климонов. А? Ну посмотрим, посмотрим. Ловчев 170. Ой, Петрова не успел. 145 без лямок. Артур Пупаян. 170. Недалеко, что-то. Сейчас ошибся. Видите, Кондратьев. Тоже в 102 будет. Очень интересно. Лучше он технику рывка за последнее время. Попадает в подрыв сейчас все чаще. Витя. Витя. 165. Пока мы ходили там последовательно. 107. И Бабаян. И Купцов вырвали. Вот 96 наконец размялась категория. Тимур Долбышев и Максим Могучев. Абсолютно одинаково тренируются килограмм в килограмм. Интересно, что будет на соревнованиях. Там еще Кисаев, Крулев будет. На большой нагрузке идем. Большой нагрузке. Поэтому тяжело. Но ничего. Славик тот спортсмен, который какие бы веса не были, куда не подходил, он всегда делает вид, что ему очень легко. И вот интересный момент. Даже я теряюсь. Они с одинаковым отяжелением поднимают штангу. С одинаковой скоростью. Абсолютно одинаково готовы на данный момент на подготовке. Могучев и Долбышев. И интересно становится. Плотные на этом чемпионате России будут категория 96, 102 и свыше. Много конкурентов. Долбышев 155. Долбышев. Жор, я тоже. Ты подходил в 170. Я там слайк входил. Сделаешь подходик один? Да я бы сделал хоть 10. Тренер не дает. А, ну ладно. А меня снял? Да, тебя все подходы сняли. А мы... Я же показал. А Артур гнеет. Не той. Не той. Могучев 150. Чуть-чуть ошибочка. Вот подход на 160. Тимур Долбышев. Хороший подход. Ребята собираются после тренировки. Анализируют, обсуждают свой тренировочный план. Что они сделали. Также высказывают свое мнение. Вы после тренировки собираетесь, анализируете план, КПШ, считаете, тоннаж. Нет, ничем таким мы не знаем. А вообще слышали про такую систему отсчета? Нет. Подсчета. Тоннаж это как бульбаш, да? Ну да. Да, но слышал. Ты не слышал. Слышал, слышал. Ну и напоследок тяга от Алексея Ловчева.